В Барнауле организовали сбор помощи мобилизованным. Что нужно военнослужащим в первую очередь? Извозчик частный выбор опасный. Транспортные компании «Край» жалуются на нелегальных перевозчиков. Тревожно пляшем. Как в Барнауле помогают бороться с тревожностью, которая сейчас, мягко сказать, возросла среди населения? Фермеры Алтайского района отправят часть урожая в новые российские субъекты – ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Туда планируют поставлять продукцию собственных предприятий – каши из круп и злаков, которые вырастили на алтайских полях. Мы хотим, чтобы не только солдаты, которые пошли служить, ели нашу алтайскую продукцию, но и жители новых территорий России. На данный момент фермеры готовят документы на груз, изучают способы его сопровождения и доставки. Предполагается, что в партию на 20 тонн войдут гречневая и пшенная крупы, горох и другие каши, в том числе быстрого приготовления. Продуктовую помощь из Алтая в регионы планируют отправлять регулярно. Совет женщин Барнаула при главе города объявил сбор и отправку помощи мобилизованным. Для этого в Крыловой столице на базе общественных приемных «Единая Россия» организовали пункты сбора вещей. Как оперативно оказать поддержку и что нужно военнослужащим в первую очередь, расскажем в нашем сюжете. Теплая одежда, практичные вещи – то, что сейчас крайне необходимо солдатам. С начала октября школы, родительские комитеты, пенсионеры, предприниматели и другие неравнодушные жители приносят в пункт сбора вещи для мобилизованных. Принять участие в гуманитарной акции может любой желающий. Как вы оказываете поддержку? У нас есть группа рукодельниц неравнодушных, кто вяжет, шьет. Хочется немножко поддержать, согреть. Именно мы дарим нашим ребятам тепло с Алтайского края. Это нашим ребятам, чтобы они почувствовали заботу нашу, они почувствовали, что, конечно же, мы всегда сердцем с ними. Акция идет, вот объявлена с 1 октября по 15. Основной пункт сбора – это проспект Ленина, 148. Помимо него, по поручению главы Барнаула Вячеслава Франко и совместно с депутатами Барнаульской городской думы открыты пункты сбора помощи в общественных приемных «Единой России». В каждом районе города организован такой пункт. Всего их 5. Эти пункты организованы на базе наших общественных приемных. При поддержке депутатского корпуса фракции «Единая Россия» пункты будут работать ежедневно. В любой из пунктов принести вещи для бойцов можно с 10 утра до 6 вечера. Потом их доставят в единый пункт сбора, который находится в центре города. После помощь направят бойцам. Добавим, отдельная точка сбора вещей для мобилизованных заработала и в поселке Южном. По всем вопросам можно обращаться по единому номеру телефона – 6276-98. Валентина Скирова, День с толком. Семьи, в которых родился первый ребенок, могут получать ежемесячные выплаты в 12,5 тысяч рублей. Деньги выплачивают до достижения ребенком возраста 3 лет. В Алтайском крае такую поддержку оказывают по федеральной программе «Нацпроект «Демография». По словам молодых родителей, выплата для них хорошая подспорья к основному доходу семьи. О том, как получить его, смотрите в сюжете. Двойная радость появилась у семьи молодых родителей Анастасии и Владислава из Новоалтайска. Малышкам Таисии и Веронике уже 5 месяцев. Нянчатся с девочками, маме помогает ее брат Егор. Папа сейчас трудится на железной дороге. Расходов на подгузники и смеси уходит в два раза больше. И чтобы было чуть проще, семья подала заявку на получение ежемесячных выплат на первенца. Мы были на лечебной смеси, то есть, конечно, это дороговато, особенно на двоих. А так, как мы на обычную смесь перешли, ну, стараемся. Конечно, сейчас не с такими ценами. Пособия выплачивают за первого ребенка. Больше 12 тысяч рублей. Девочек в семье две, поэтому выплату оформили на старшую Веронику. Она родилась на минуту раньше. Но мама добавляет, бюджет распределяет на всех малышек одинаково. На питание, так как я не кормлю грудью, у меня нет молока. На памперсы, на развивашки, на бассейны мы стараемся ходить. За второго ребенка родители получили материнский капитал. Его они вложили в жилье. Семья и дальше продолжает строить свое гнездышко, поэтому такие выплаты – хорошая поддержка к основному доходу молодых семей, говорят представители соцзащиты. По отзывам наших посетителей, да, семьи, молодые семьи, в которых родился первый ребенок, ну, конечно же, для них это большое подспорье. Семья, в которой родился первенец, может обратиться в соцзащиту по месту жительства и подать заявление на выплату. Она предусмотрена до достижения ребенком трех лет. Документы можно подать и через госуслуги. Это те семьи, в которых средний душевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в Алтайском крае. Такие меры финансовой поддержки реализуют по нацпроекту «Демография». Правда, пока в крае такие выплаты смогли оформить только 19 тысяч семей. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Рынок межмуниципальных перевозок в Алтайском крае заполнили нелегальные маршрутки. Так считает руководство официальных транспортных компаний. Одна из них обратилась к нам с просьбой рассказать о проблеме незаконных перевозок. Из-за нее, считает пострадавшая страна, легальные компании остаются без доходов и рискуют закрыть свою деятельность. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Это нелегальный перевозчик микроавтобуса, который ходит по маршруту Барнаул-Калманка. За раз он набрал порядка 10 пассажиров. И это только на одной точке. Нелегалы захватили рынок межмуниципальных перевозок месяц назад, рассказывает Виталий, директор транспортной компании. Она обслуживает 5 маршрутов и по каждому из них, помимо ее автобусов, курсирует и транспорт конкурентов. Пассажиропоток на регулярных рейсах падает и, соответственно, становится невыгодным обслуживать эти маршруты. Схема у нелегалов незамудренная, но вполне действенная. Создают чат в мессенджеры, куда приглашают пассажиров. Там оповещают их о том, когда будет рейс. Как правило, за 10-15 минут до того, как к точке отправки подъедет маршрутка официального перевозчика. Он идет впереди меня, минуток в десяти. Потом я его или догоняю, или просто я знаю, что сообщения приходят, пишут люди, что машина идет спереди. За месяц, говорит Виталий, доход компании упал в несколько раз. Если так продолжится и дальше, деятельность по перевозке и вовсе придется свернуть, жалуется директор. Налоги, заработная плата водителей, содержание автобусов, все как полагается. Пока точных цифр нет, но уже факт налицо, уже есть возможные убытки. Выслушать доводы второй стороны не удалось. На звонки не отвечают, от камеры уворачиваются. И пока избегают о ней каких-либо санкций от стороны надзорных ведомств. А между тем официальный перевозчик обратился с жалобами в администрацию и прокуратуру района, а также Министерство транспорта края. Последним отправили запрос и мы. Из ответа на него, очевидно, пока лишь одно. На рынке перевозок проходят проверки. На регулярной основе проводятся выездные мероприятия по выявлению и пресечению незаконной деятельности легкового такси на территории города Барнаула. Согласно утвержденного план-графика, профилактические мероприятия проходят один-два раза в неделю на территории Барнаула, а также предусмотрены выездные мероприятия по крупным городам и селам Алтайского края. Но что и когда будет по итогам этих проверок, о разъяснении пока нам не дали. По закону за нелегальную перевозку пассажиров могут выписать штраф от 3 до 30 тысяч рублей. Но остановит ли неофициальных перевозчиков штраф, когда ежедневный доход превышает его размер в несколько раз? Остается надеяться, что в ситуацию вмешаются и другие надзорные органы. Мы, как и Виталий, ждем ответа от прокуратуры. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толка. Дмитрий Денисов. Было изъято более килограмма наркосодержащей травы. С начала операции вынесено около тысячи предписаний по уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Выявлено 173 лица, совершивших административные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. К уголовной ответственности за наркопреступление привлечено 256 лиц. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, переработка наркотиков в крупном размере». День студента средних профессиональных учреждений впервые отметили в Алтайском крае. Это новый праздник, который учредил президент в июле этого года. В честь него в Центральном Барнаульском парке студенты и преподаватели городских колледжей устроили массовое торжество. На нем побывала и наша съемочная группа. Именно в колледжах и техникумах можно овладеть совершенно разными профессиями. Например, медицинской сестры, стоматолога, парикмахера и даже машиниста поезда. И спрос на такие специальности будет всегда. И сегодня впервые все студенты таких образовательных учреждений отмечают свой профессиональный праздник. Арине нет 20 лет, но в свои годы она уже работает парикмахером и создает стильные образы. Найти свое ремесло девушка смогла в колледже. Там и образование дали, и профессию помогли освоить. Сегодня она дает мастер-класс. «Прически, стрижки, укладки новые, окрашивания. Максимально интересно, насколько это просто возможно было нам разъяснить в более подробной и ясной форме. Нам это донесли прекрасно». А вот ее сокурсники с других факультетов осваивают не менее интересное и полезное ремесло – сыроделие. Нам они продемонстрировали приготовление сырных лакомств. «Сегодня мы жарим сырные шарики на основе нашего сыра. Это сыр сулугуни и сыр голландский. Мы смешали эти чудесные воздушные шарики. Мы сейчас жарим». Мастер-классы ребята со всех колледжей Барнаула устроили в честь своего праздника – Дня профессионального среднего образования. Такую дату они отмечают впервые. Ведь именно в этом году по указу президента Министерство образования подписало документ о том, что 2 октября объявлено Днем СПО. «Сегодня такой конкурс в изделении профессионального образовательного учреждения, что мы понимаем, у ребят тоже есть выбор. Они понимают, как можно быстро получить профессиональные навыки и становиться успешным в своей жизни». Профессиональные навыки оттачивали и студенты стоматологических факультетов. Они поделились техникой создания слепка зубной челюсти. Работать им помогал и ассистент Валерка. «Мы делаем всякие разные протезы, коронки, мосты». «А Валерке делаете?» «Валерке, ну, ему надо сделать, да. А то у него все плохо». «Повело немножко». «Валера, тебе хорошо?» «Он необщительный у нас». А это студенты железнодорожного колледжа. Ребята только со школы, но в скором времени уже будут управлять сложной техникой. «Одиннадцатый класс мало что дает. Я вот решил после девятого уйти сразу сюда. У меня в детстве, нет, не пожалев. В детстве была мечта на железную дорогу перейти. Я вот пришел. Бал позволил. Мозги есть. Почему бы не учиться?» Действительно, почему бы не учиться? Ведь образовательных учреждений среднего звена в крайне меньше, чем вузов. А профессии там можно получить практичные и востребованные в любое время. Мария Мацеева, Андрей Печоркин. День с толком. Футбол начали преподавать на уроках физкультуры в алтайских школах. Правда, пока не во всех, а только в 65-ти общеобразовательных учреждениях. Участниках проекта Российского футбольного союза. Как прошел первый урок, а главное, хотят ли школьники учиться набивать мяч, передавать пасы и защищать ворота. Об этом смотрите в сюжете. Пас, удар и гол. Урок физической культуры в шестом классе. Необычный, футбольный. Школьники, в том числе и девчонки, по пятницам раз в неделю теперь учатся обращаться с мячом и знакомятся с азами самого известного вида спорта в мире. Я обрадовался, потому что я и сам занимаюсь футболом уже долго. Любимое упражнение – это всегда удары, потому что всегда есть интрига забивать голы. Ну, вообще, играю защитника. Пасы люблю передавать, но это весело и интересно. Но если парни рады футболу в школьной программе, то девочки к нововведению относятся немного скептически. Я не очень люблю играть в футбол, а так, некоторым это нравится. Планируешь покорить все-таки этот вид спорта? Нет. По словам девочек, на футбол они не сильно настроены, но вы бы видели их глаза, когда прозвучал свисток. Так упорно и с желанием забить гол играет не каждая профессиональная команда мальчишек. В 118-й школе уроки с мячом проходят со 2-го по 4-й и в 6-м классах. Учебный модуль футбол «Российский футбольный союз» разработал совместно с Министерством просвещения. Все преподаватели в августе прошли бесплатный курс обучения и получили сертификат организатора массового футбола. На уроках потихоньку начинаем от элементарных начала и постепенно сейчас формируем уже команды для тренировок. Уже не за счет уроков, то есть на уроках мы селекцию проводим, но в дальнейшем, думаю, они будут заниматься уже у нас в секциях. Потихоньку привыкают и сейчас с удовольствием занимаются, идут на урок с удовольствием. Инвентарь, мячи, манишки и ворота пока используют свои, но по проекту РФС всю футбольную экипировку выдает организатор бесплатно. 118-я школа ее ожидает. Да, мы ждем экипировку, потому что уже отправленная федерация из Москвы в регионы, теперь только дело времени, совсем чуть-чуть осталось подождать. В дальнейшем по проекту РФС планируют создать школьную футбольную лигу для проведения турниров между учебными заведениями и надеются, что в них будут принимать участие и команды девчонок. Слабый пол, уверены организаторы и, к слову, школьные учителя физкультуры все же полюбят футбол. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Уровень тревожности у соотечественников вырос в несколько раз за последние недели, считают специалисты. А такие чувства нужно уметь не заглушать, а выплескивать. Способы могут быть разные. Один из действенных, говорят психологи, танцы. В Барнауле такая терапия легла в основу трансформационных встреч. Как они проходят, узнавала наша съемочная группа. Движение под музыку в масках и без каких-либо запретов. Здесь можно ходить по залу и даже кричать, не скрывая эмоций. В таком формате проходят так называемые трансформационные встречи по танцетерапии. Организаторы отмечают музыкой тот факт, что тебя никто не видит, расслабляют и помогают войти в подсознание. Мы работаем в масках, чтобы каждый человек заходил именно в себя, в свое внутреннее состояние и проживал вот там. Мы здесь не ради красоты, а именно ради прожить свои эмоции, выпустить свои телесные зажимы, отпустить их. Зажимы в теле, говорят в практике, формируются как раз-таки под влиянием эмоций. Неуверенность, комплексы и страхи становятся тенями человека и преследуют его в осанке, походке и даже жестах. Испытывая эту эмоцию, эту тень в танце, мы ее находим в теле и начинаем прорабатывать, концентрируемся на ней, усиливаем и в свободном движении она у нас высвобождается из тела. Трансформационные встречи – это не только движение, отмечают организаторы. В трехчасовое занятие входит медитация и рефлексия с психологом. Правда, пройти танцотерапию на безвозмездной основе барнаульцы смогут только в ближайший месяц, подчеркивают организаторы. Всех желающих избавиться от страхов и зажимов они ждут на Пролетарской 139. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. У жителей и гостей Барнаула появился еще один способ вспомнить о красоте и хрупкости окружающего мира. В Туриной горе открылась персональная выставка «Юлия неприятель. Сотканные солнцем». В центре внимания художника – животные. Все полотна объединяет женский, чуткий, материнский взгляд на братьев наших меньших. Тут и домашние питомцы, и маленькие лесные зверушки, и вольно любивые хищники. Всего в экспозиции представлено больше 35 работ. Посмотреть их можно до 5 ноября. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире и хороших вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.